Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. В Витненском художественно-техническом лицее отметили день лицеиста. Для малышей, для первоклассников это всегда важно, понимать причастность к образовательным учреждениям. Муниципальный депутат Владислав Рымша поздравил с днем рождения ведновчанку Ольгу Варламову. Ольга, поздравляем тебя с днем рождения. Желаю, в первую очередь, здоровья. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила противопожарной безопасности в осенне-зимний период. Чтобы проверить исправность установленных печей и каминов, необходимо проверить дымоход чистить от сажа перед началом отопительного периода. 19 октября в России отмечают День лицеиста. В Витненском художественно-техническом лицее состоялся традиционный ежегодный праздник для учеников первых классов – посвящение в лицеисты. На мероприятии побывала наша съемочная группа, подробнее расскажет Наталья Буслаева. Теперь они официально лицеисты. Для первоклассников Видновского художественно-технического лицея – это по-настоящему значимое событие. В этом году учебное заведение распахнуло двери для 300 мальчишек и девчонок. Для малышей, для первоклассников это всегда важно – понимать причастность к образовательному учреждению, что они теперь не просто ученики, но носят гордое название лицеисты. Ребята с нетерпением ждали традиционного мероприятия – посвящения в лицеисты. Ведь это их первый большой праздник в стенах образовательного учреждения. Лицеисты – это когда хорошие дети, хорошая школа. Что значит быть лицеистом для тебя? Быть умным, работать на пятерке, хорошо учиться. Как надо учиться, расскажи. Хорошо. Зарабатывать пятерки. Ну, какие-то сложные, какие-то не очень. Я стараюсь на пятерки. У меня никогда не было тройки, четверки, двойки. У меня только пятерки. Самые юные лицеисты ответственно готовились к празднику. Но уроки музыки долго репетировали исполнение совместной концертной песни. Сто раз учила песню, до того, что у меня телефон чуть не разрядился. Вы долго готовились? Как учили песню? Учили песню долго. Это на уроке музыки репетировали? На втором уроке. Праздник нравится? Да. Что больше всего понравилось? Песню петь. Это радостный день для тех, кто уже не первый год носит гордое название лицеист. Организацией праздника занимался совет старшеклассников. Ребята подготовили большую развлекательную программу. Увлекательный квест с загадками, викторинами, танцевальными и песенными конкурсами. Варвара Коровина была в роли феи знаний. Она рассказала, что ей хотелось показать ребятам, сколько интересного и увлекательного их ждет впереди. Главное – никогда не переживать. Все будет хорошо. И если будет трудная минута, учитель всегда поддержит. Удачи, родителям терпение, не бояться, учиться, получать знания. Поддерживали малышей их первые наставники – классные руководители. Все эти мероприятия, которые мы проводим для детей, это действительно очень важно. И видно, как они привыкают, как они вливаются в эту сложную, наверное, для них пока еще, для многих непонятную, но все-таки уже школьную жизнь. Новые знания, открытие, интересная учеба, насыщенная школьная жизнь и верные друзья. Все это ждет юных лицеистов впереди. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновчанка Ольга Варламова вынуждена передвигаться на инвалидной коляске. Благодаря муниципальному депутату Владиславу Рымше и администрации округа в подъезде дома, где она проживает, установили электроподъемник. Оборудование значительно упростило жизнь девушки и позволило чаще выходить из дома. А в день ее рождения Владислав Рымша лично поздравил Ольгу с праздником. Подробнее расскажет Инга Янчук. Установка электроподъемника стала для семьи Варламовых долгожданным и радостным событием. По счастливому стечению обстоятельств реализация проекта совпала с днем рождения Ольги. Девушки с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить ее приехал депутат Ленинского городского округа Владислав Рымша. Оль, поздравляем тебя с днем рождения. Желаю, в первую очередь, здоровья. Очень приятно, когда к тебе такое внимание и большая благодарность. Когда я увидела монтажников в подъезде, конечно, мне было до слез приятно и даже дурно стало. То есть у нас настолько радость, что все-таки вот оно, оно уже все рядом, вот оно сейчас будет. Теперь Ольге гораздо удобнее передвигаться по лестнице. Одно нажатие кнопки – и девушка уже преодолевает пролет. Сотрудники администрации и общества инвалидов оказывают всевозможную поддержку маломобильным гражданам. Программа «Доступная среда» работает. В нашем городе работает. Получается, что есть чем похвастаться. У нас есть теперь возможность чаще и больше выходить из дома. И спасибо нашему депутату, который помогает нам в этом. Данный проект, он реализовывался больше трех месяцев. Все началось с инициативы жителей. Моего избирательного округа, семья Варламов, обратилась к просьбе организовать установку электроподъемниковых подъездов, потому что они испытывают большие трудности в перемещении из дома на улицу. Мы говорим, конечно же, о «Доступной среде», и как раз это в том числе и реализация данного проекта. В настоящее время можно заметить, как постепенно меняется городская инфраструктура и отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. У нас несколько проектов было же с Владиславом. Занижение бордюров около дома, дорожка вдоль пятиэтажек с заниженными бордюрами. И все это как бы наша совместная работа. Я хочу поблагодарить администрацию Ленинского городского округа, непосредственно Адаповицкую, депутатов, потому что без их поддержки и без их участия мы вряд ли могли бы реализовать такой замечательный проект. Всегда важно, чтобы рядом были люди, которые не оставят в трудном положении и протянут руку помощи. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники МЧС призывают жителей округа быть бдительными и более ответственно относиться к правилам противопожарной безопасности, чтобы избежать трагедии. Недавно ЧП произошло в СНТ Булатниково. Подробнее расскажет Екатерина Коваленко. В ночь с 12 на 13 октября в одном из домов в СНТ Булатниково произошел пожар. Пламя охватило деревянно-счетовой дом площадью 160 квадратных метров. Несмотря на то, что пожарные приехали в считанные минуты спасти строение, имущество не удалось. Распространение огня в деревянных домах происходит молниеносно. К счастью, на момент возгорания там никого не было. В настоящее время отделом надзорной деятельности проводится проверка по данному факту пожара в рамках 144 статьи Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Предположительная причина пожара в данное время является аварийный режим работы электросети. Именно эта причина, а также использование неисправных печей и каминов приводит к большинству пожаров осенью и зимой. Статистика ЧП с огнем неумолима. Только за последнюю неделю в Ленинском округе произошло 19 пожаров. Один человек погиб, двое пострадали. Сотрудники МЧС призывают не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности. Ни в коем случае нельзя перегружать сеть электроприборами большой мощности, так как зачастую в домах, особенно которые расположены в деревнях, проводка ветхая, и это может привести к короткому замыканию. Проверить исправность установленных печей и каминов необходимо проверить дымоход и очистить от сажи перед началом отопительного периода. Далее регулярно, не реже одного раза в три месяца. Еще одна важная рекомендация – устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели и, конечно, не забывать про огнетушители. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ленинский городской округ богат талантливыми и творческими людьми, а Видное получило звание «Литературный город России». Местные авторы часто устраивают встречи для школьников. Одна из таких состоялась в библиотеке номер 2. Все подробности расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. 41-й, 41-й год войны, в небе бомбы, сердце нервы сожжены. Союз писателей России не зря присвоил Видному звание «Литературный город» за вклад в отечественную культуру и сохранение единого духовного пространства страны. Писатели-краеведы Ленинского округа не раз становились победителями областных и всероссийских литературных конкурсов за свои многочисленные издания и заслуги. С моим участием написано, уже Зименков говорил об этом, более 50 книг, 30 альбомов выпущено и 20 брошёв. Сейчас занимаюсь подготовкой альбома об оркестре русских инструментов в городе Видное. В рамках проекта «Видное. Литературный город» в библиотеке номер 2 школьники познакомились с творчеством поэта Натальи Власовой, а также с работами краеведов Алексея Плотникова и Алексея Зименкова. Тема встречи – любовь к родине, которая проявляется в творчестве. На нашу встречу мы сегодня пригласили очень интересных мэтров и людей, которые занимаются именно краеведенным в нашем Ленинском городском округе. И у нас сегодня в гостях писательница Наталья Власова. Пишу я обо всём. Пишу я о том, что я вижу, что я слышу, о своих любимых литературных героях, о городах, в которых я бываю. Очень много литературы посвящено героям Видновского края и истории его основания. Выпустили альбом, посвященный герою Советского Союза Василию Молокову. Вы знаете, он один из наших героев нашей земли. Встречи с такими уникальными и творческими людьми всегда интересны как взрослым, так и подрастающему поколению. Юлия Стафёрова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова